Приветствую вас, Ксения. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Понимаете, какая штука? Немножечко вы хитрите, на мой взгляд, когда пишете свой текст, потому что вы не могли не видеть в заголовке сайта, что здесь задают вопрос. И в вашем тексте, несмотря на то, что он платный, нет вопроса, то есть его просто нет. Но есть ситуация, есть ваше состояние, понятно, чего вы хотите, понятно, чего вы не хотите, но вопроса нет. И это порождает целый ряд нюансов. Нюансов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, первое. Вы можете, как угодно, интерпретировать ответы, ну, психологов. Как угодно можете воспринимать ответы, то есть говорить, что нет, это не то, что я хотел, нет, это не обсуждение, нет, это мне не подходит и так далее, и так далее, и так далее. Тем более, что человек вы свободолюбивый, я могу предположить, да, с учетом вот всех факторов, которые вы назвали, что достаточно болезненно реагируете на нарушение ваших собственных границ. Вот. И, соответственно, можете воспринять какие-то ответы, как давление, осуждение и так далее, при том не отдавая в себе отчет, что, в общем-то, по факту, речь идет только о переносе. Поэтому, то, что у вас нет вопросов, это, конечно, очень тормозит вас, это отдаляет вас от решения проблем, ну, и самое главное, по сути, вот, ваш текст, да, это просто история. Это просто, это просто данные, это просто данные, которые мы, вот мы, психологи, можем использовать как-то. То есть, вот, мы можем эти данные взять, мы можем с этими данными, там, грубо говоря, значит, ну, мы можем с этими данными что-то сделать, и все, в принципе. Понимаете? То есть, мы можем эти данные просто использовать, как бы, для дальнейшей работы с вами. Это можно сделать, да, для дальнейшей работы, но это просто данные, пока что. И это важно понимать. Важно этот момент, ну, важно в этом, в этом моменте отдавать себе, отдавать себе отчет, вот. Следующее, на что я хотел бы обратить, обратить, эм, ваше внимание. Значит, эм, один из основных моментов, эм, которые вами были описаны, это момент того, что, эм, вы начали, 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 всю эту эпопею с ребенком, потому что, ну, по факту сравнивали себя с другими людьми, вот. Я думаю, что вы и до сих пор себя сравниваете с другими людьми, как это мне парадоксально звучит, и как это мне печально звучит, вы сравниваете себя с другими людьми. Собственно, я не удивлен, что у вас проблема с выражением любви к своей дочери, вот. Потому что, эм, вы, ну, не принимаете себя, вы, ну, не цените себя. И, эм, из-за того, что вы себя не цените, из-за того, что вы, эм, не принимаете свое, вот, ну, такое, знаете, свои особенности не принимаете. Я думаю, есть вот эти самые проблемы. Так вы, опять же, если, э, раньше, э, вы сравнивали себя с тем, что, что у всех детей есть, у вас детей нет. То теперь всем тяжело, вот. И, э, э, ну, как бы всем, всем родителям, да, абсолютно со своими детьми тяжело. И, понимаете, э, получается так, что вы, э, через силу, вот, получается так, что вы через силу, э, э, родили. Да? Да? Потому что хотели быть, быть, как все. Вот это вот. Болезненное ощущение, что я не как, я, ну, что я не как все. Вот. 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 Вы хотели, э, быть, как все, как все. И получается, что, э, вам, как все, быть не нравилось. Вы только. Потому что, э, 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 и как все плохо, и как не все, тоже плохо. Себя, вы не слушаете, если вы не слушаете себя, значит, соответственно, ну, если вы себя не слушаете, то вы не реализовываетесь, не получаете удовлетворение. Отрицает себя. Получается. Ну, по факту. Вот. Это, э, э, такая проблема, где-то. Собственно, именно она, именно эта проблема, э, не позволяет вам быть, э, способны любить непринятие в себе. И, э, значит, вот вы говорите, что, там, кто-то меня наставил, да, там, вот, кто-то, кто-то меня, там, ну, примедил, э, э, к чему-то, да, и родом уже ужасный. И, э, и все такое. То это все, в некоторой степени, это все жертвы. И я не удивлен, на самом деле. Во, вообще, жертвы не все, потому что все у вас получается через силу, через силу. А если что-то делать через силу, то, ну, ничего хорошего, не получится. Ну, безусловно, да, ничего хорошего. Дальше. Дальше. Значит, э, то, что вы ребенок. Ну, поскольку у вас есть тенденция сравнивать себя с другими людьми, то я полагаю, э, один из основных моментов здесь в том, что не позволяет вы своим чувствам себя направлять. И раз вы не позволяете своим чувствам себя направлять, вот, а вы им не позволяете себя направлять. То, соответственно, и, э, доигрывать. Э, реализовывать свои желания, свои, ну, свои стремления, свои мечты, свои фантазии. Э, э, возможности, как таковой, у вас нет, я полагаю. И, соответственно, э, поэтому вы чувствуете себя ребенком, у которого есть на элефабле. Прямо, что прежде чем стать родителем, нужно, э, самостоятельно к чему-то прийти, вот, чтобы стать родителем, нужно, самостоятельно, э, реализоваться, да, нужно чего-то достичь, нужно, э, ну, в какой-то степени. Обладать самодостаточностью, вот, а вы этим, к сожалению, не обладаете. Вот, ну, потому что, ну, потому что, проняет себя с другими людьми, вот. Соответственно, э, соответственно, общая парадигма, парадигма вашего, ну, вашей, вашей ситуации. На мой взгляд, такая. Вот именно такая. И, нужно исходить из этого. То есть, вы правы в том, что, ребенок вы уже, э, значит, э, ну, ребенка вы уже родили. И, никуда ребенок не денется. Это правда. Это верно. Но вы можете сейчас, э, признать, что, чего-то делать вы хотите, а чего-то делать вы не хотите. То есть, э, вы же, э, позволяете людям себя заставлять вокруг вас, что, как бы, на пользу вам не идет, ну, и, и не можете идти на пользу. Никому бы не пошло на пользу подобным. Поэтому, э, учиться оставить свои границы, э, это, э, это необходимо. Потому что, э, по-другому, в, э, ну, в других случаях, да, э, просто-напросто неудовлетворенность ваша, она будет зашкаливать. Она будет зашкаливать, она будет, э, э, нарастать, скажем так. И, э, хорошего, э, вот, для вас не будет ничего. А слово совсем. Вот. Значит, оставив свои личные границы, это первое. А, второе. Ну, прислушиваться к себе, позволять, э, позволять, э, 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 своим, э, желанием, своим, э, чувствам направлять вас. как бы это не казалось, чем бы это не казалось, странным, непонятным и так далее. Да, то есть вот в таком ключе можно двигаться. Вот, и потихонечку-потихонечку определять, что вы можете делать, а что у меня сложно. То есть начинать относиться с уважением к себе, в первую очередь, начинать относиться с уважением к своим потребностям, к своим желаниям и только тогда, только в такой ситуации вы можете рассчитывать на то, что сможете сохранить себя и сохранить ребенка, не травмируя его, потому что ее мы сейчас. На данный момент ваш ребенок достаточно сильно травмирует за вашим отношением, тем, что вы на него кричите и так далее. Ну, я, в принципе, понимаю, что, может, ну, я понимаю, что по-другому вы не можете. Вот, я отдаю себе на счет, я отдаю себе на счет в том, что, ну, что у вас, как бы, ограниченный ресурс, что вы не можете сделать сейчас. По-другому не можете относиться к своей дочери иначе, даже если бы хотел. Вот, поэтому, в первую очередь, необходимо, чтобы вы получили ресурсы. для того, чтобы проявлять какие-то, ну, какие-то, чифры, да, важно, чтобы вы их проявляли. Хоть там, немножко. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. В один момент. Вот, в принципе, в принципе, в принципе, наверное, то, что можно было бы вам сказать. Это, наверное, то, что можно было бы вам ответить. Вот. Исходя из того, что я написал. Вот, в принципе, такой аспект. Если честно, в силу того, что нет, вопросов у вас не очень, не очень понятно, да? Не очень понятно, чего вы хотите и какой момент, в каком направлении вы хотите двигаться, куда вы хотите двигаться, что вас интересует и так далее. Исходя из того, что обсудить, да, обсудить, это хорошо. Обсудить. Но нужно понимать, что мы психологи. Мы не занимаемся обсуждением, как таковы. Мы, скорее, скорее, помогаем вам разбираться в себе. И мы можем помочь вам это сделать. Мы можем помочь вам в себе разобраться. Если вы хотите. Вопрос в том, что непонятно, чего вы хотите. Пока вы просто, ну, просто пожаловались. Вот. Пока что. Да, пока что вы просто пожаловались нам и всё. Это, конечно, хорошо. Немножечко, эээ, так скажем, тонус чуть-чуть. Вы, может быть, свой эээ, эмоциональный тонус, я имею в виду, эээ, понизил. Это здорово. Но, проблемы это не решает, конечно. Потому что, эээ, проблема лежит в том, как сейчас гармонизировать, эээ, ваше, эээ, состояние. Таким образом, чтобы, эээ, значит, эээ, мы были максимально удовлетворены. Вот. Потому что, ну, очевидно, да, что сейчас вы переживаете очень сильную неудовлетворенность. Вот. Это, как бы, очевидно. И, эээ, вам можно помочь, эээ, значит, нагладить компанию, контакт и с собой, и с, эээ, своими чувствами, да, вам можно помочь это сделать. Но только, опять же, повторюсь, эээ, если у вас есть желание над собой работать. Вот пока что я, ээээ, значит, честно говоря, ну, не увидел, ээээ, этого намерения у вас. Вот. Вот. Эээ. Дальше. Эээ, по поводу некоторых моментов. Да? Может, я сейчас сочитаю ваш текст. Вот. Итак. Три недели назад я родила ребенка, беременность первая в браке. Эээ. Эээ. Вот почему-то это, это информация, что беременность первая. И что, что, эээ, эээ, что в браке. Видимо, эээ, чем-то для вас это важный момент, момент, что именно в браке забеременеть. Дальше забеременеть долго не могла, хотя два года это не срок, наверное. Ну, тут достаточно деликатный момент, потому что эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А кому-то и больше, как бы, нужно, а кому-то меньше срок, кажется, большим, поэтому, если вы пытаетесь ванивать себя. Вообще, это вот то, что вы делаете, практически, пытаясь сравнивать себя с другими людьми, пытаясь сравнивать себя с кем-то. Дальше. Следующее. Так, врачи отправляли на операцию, детей никогда не хотели, не было желания, но мне было обидно, что все вокруг беременеют, а я нет. Вот, с этой обидой, как с первой причиной вашей проблематики, это именно, что первая причина, нужно работать. Это вот основное, это вот основное, прям, прямо основное, то, что, то, на что нужно обратить внимание. Ну, потому как, да? Вам обидно, что все вокруг беременеют, а вы нет. Кто все вокруг, я хотел бы уточнить. Почему вы считаете, что у вас должно быть то же самое, что и у них? для меня загадка в некоторой степени, то есть, ну, они беременеют, потому что, ну, может быть, к этому готовы, например. То есть, в общем-то, как мне кажется, все более чем логично. Логично. То есть, откуда обида берется вот? Откуда обида берется? Откуда берется вот эта обида, откуда берется, эээ, сравнение, от себя, с другими людьми? Как вы к этому приходите? Ну, по факту, снова и снова, да? К этому приходится, к тому, что вот, себя нужно сравнивать. Это важно, потому что очень сильно, я бы сказал, напрямую влияет на то, как вы себя ведете. Ну, вообще-то это вот прям настолько сильно, что вас это смотивировало родить. Вот. Даже, не смотря на то, что вы этого не хотели. Ну, не хотели, а то, собственно. Вот. Дальше. Следующее. Ээ, несправедливо, как говорится. Ну, вот, эээ, чувство несправедливости, оно, само по себе, весьма детское, это чувство. И, надеюсь, понятно, что связано оно, как раз таки, с тем, что вы сравниваете себя с другими людьми. Опять. То есть, эээ, справедливо что-либо и несправедливо что-либо, может быть только в том случае, когда человек полагает, что есть какие-то нормы. Хотя, ну, в самом деле, эээ, нормы, никакие сняли. Ну, то есть, у каждого вам свой путь, и у вас путь свой, у других людей путь свой. А, сравнивание, оно, вот, как видите, ведёт никуда. Но вам обидно, несправедливо. Как-то вы к этому пришли. И мне кажется, мне кажется, что очень важно, чтобы вы с этим разобрали. Да? Откуда и как вы к этому пришли? Откуда берётся, например, то, что вы себя вообще не принимаете? Откуда берётся то, что вы обесцениваете, эээ, там, свои желания, ну, например. Вот. С чем это связано? Например. О, и так далее. Дальше. То есть, просто как в детском саду, почему у них есть, а я, что бракованы. Ну, вот, видите, ощущение, что вы бракованы. Чувство, что вы можете быть бракованы. Вот это, конечно, ситуацию, я бы сказал, осложняет. Сложняет это очень сильно, потому что вы не можете быть собой. Вы допускаете то, что с вами может быть что-то не так. Если вы допускаете, если вы себя обесцениваете, то, в принципе, как бы дальнейшее уже достаточно предопределено. И вот я беременею, вопреки проекту «Азобранчира», если нет, мы уже очень рад. Конечно, об оборце речи быть не могло. Вы знаете, здесь последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, это последний из моментов таких достаточно важных. Это ответственность. То есть, у меня есть ощущение, что вы не отвечаете за фрадист. То есть, вы, к примеру, что-то делаете, допустим, беремененете, а радости вас нет. Ну, простите, простите, хочется спросить, а вы чего ожидали? Ну, то есть, ну, то есть, вы ожидали, что будет радость? Внезапно появится сама собой или как? То есть, вот, чего вы ожидали? На что вы рассчитывали здесь? Внезапно появилось, естественно, не очень понятно. И вот, как бы, выглядев на мужа, вы обвиняете его в том, что он, там, заставил вас, ну, родить ребенка. Но это была ваша ответственность. Это вы как хотели. Ой. Это было нужно вам. Вам обидно было, что вы не такая. Вы боялись того, что вы бракованы. Боялись, если честно, я думаю, что в какой-то степени, в степени боитесь до сих пор. То есть, я думаю, что эта проблема сохранилась у вас. Я думаю, что от этой проблемы вы, прям-таки, уж далеко не ушли. Потому что, ну, не решается. Такие вещи не решаются. Я... Простыми действиями. К сожалению. В большом. К сожалению. Вот. Так что... Вопрос ответственно. То есть, вот. Как, как я... Подхожу... К тому, что вот... Дело. Как я к этому подхожу? Ну, отнесу, скажем так. Скажем так. Как я к тем вещам, который делал. Что я жду от этих вещей. То есть... На что я рассчитывал в контексте этих вещей. Это очень важно. Насколько осознанно. Насколько осознанно. Вы, эээ... Как бы... Выстраиваете свою модель поведения. Вот. В какой-то степени мне кажется, что... Делаете вы это... Не осознанно. Вот. Такое у меня впечатление складывается. Что делаете вы это не осознанно. Достаточно. И... Эээ... Из-за этого всякие... Казусы... Эээ... Случаются. В том смысле... Что... То оказывается не так. Это оказывается не так. То... Эээ... Не получается как вы... Вы хотели, как вы... Планировали другое. Не получается так, как вы хотели, как вы планировали. И... Эээ... В итоге... В итоге... В итоге... Тотальная неудовлетворенность. Из-за... Который... Ну в общем-то... Страдает в том числе и ваш... Ребенок. Что конечно же... Недопустимо. Дальше... Так... Беременность на вас нелегко. Роды вызывали преждевременные. За проблему дочери ужасный роддом. Хоть и рожняла платно. Никакого внимания к себе не получила. В роддоме была. Но проблема дочери скорее всего связана с тем, что вы ее не хотели. Не спала в тот момент, как положили на сохранение. Тем суток не спала вообще. Ничего. Ребенок недоносит. Ее плохо. Которые дела ничего не почувствуют. Кроме облегчения. Не чувствуют до сих пор. Ну и не должны. Понимаете? Если вы... Еще к тому же... Вините себя. Если вы себя еще обвиняете. К тому же... Что... Должны... Что-то чувствовать, да? То... Вы можете мне поверить. У вашей дочери крайне такое мрачное, мягко говоря. Будущее. Потому что вы будете обвинять ее в том, что вы обвиняют себя. Дальше вы пишете про то, что вас раздражает ее плач. Вообще этот момент довольно показательным, что вас раздражает ее плач. Сейчас этот момент достаточно показательным. Вот почему... Почему? Вы запрещаете себе... Ну, образно говоря... Быть собой. Вы не даете себе быть собой. Вы... Сланируете себя... С другими людьми. Вот вы... Сдерживаете... С... Себя... Вот... И так далее. Один ребенок. Который... Ну, совершенно естественно. Хочет, требует... Что-то... Для... Себя. И... Что кроме... Зависти... У вас это может вызывать? Ну, наверное... Ничего. Вот. Так что это... В принципе... Вполне логично. Да? То есть... Весьма... 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 Часто... Подобные... Вот... Перепетии... Да? Подобные моменты... Весьма часто вызывают... Раздражение. Раздражение это... Некое... Ну, некие чувства. Некие чувства... Не всегда... Человек... Идентифицируемые... Вот... В... Ну... Скажем так... В полный мир. Вот... Ну, это... Вот... Вы сравниваете... Себя для особенностей, но уже... И... Со своим... Ребенком... Тоже... Причем... А... Я не говорю, что... Вы виноваты... Вы... Не виноваты... Я не хочу... Чтобы... Чтобы... А... Вы... Себя обвиняли... Я говорю о том, как обстоят дела... Я говорю о том, как обстоят дела, но... В текущий момент... Момент времени... Я об этом... Говорю... И надеемся, что вы... Отнесетесь к этому... В... Серьез... В данный момент... Это... Говорит... В первую очередь... Для... Вашего... Э... Дальнейшего... Будущего... Дальнейшего... Существования... В том, в том числе... И... Ребенком... Вот... Если... Э... Никаких вот выводов вы не сделаете, а то будет вам сложно. Дальше. А дальше вы пишите. Так. Разражаться надо ухаживать, все время кормить грудью, грудью, просто до слез. Хотел привести на искусство, но все, я говорю, только туда-то не за что, никогда им не хотят, уже зыбы кормлю. Вот, очень показательный момент. Мнение, грубо говоря, мнение людей для вас важнее, чем ваша собственность. Ну, как бы, это позиция. Это позиция. Ну, если вы считаете, что люди, которые такое говорят, правы, ну, мы отспаривать-то их не будем, да? Вот, если вы считаете, что они правы, ну, такое, и вы исследуете их позицию, почему же вы недавно, почему же вы сжимаете зубы, да? То есть, сдерживаете себя. Собственно. О чем и речь? Это вот то, что в психологии называется личной безответственностью. Когда человек, вроде бы, что-то делает, когда человек, вроде бы, вроде бы, берет на себя какие-то обязательства, делает выбор, но в действительности, за этот выбор, человек не отвечает. И вот у вас, собственно говоря, такая вот история, не отвечает вы за свое решение. Отсюда. Отсюда. Как, как результат. Раздражение, отсюда, как результат. Неудовлетворенность, ну, и прочее, 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 прочее. То есть, все, в принципе, вполне логично. Хотя, совершенно не отменяют, там, того факта, что это достаточно грустно и, ну, печально. Печально, что-то, ну, понятно, что для нас не хотелось бы такого, ни для кого не хотелось бы такого. Дальше. Значит, эм, так, я, значит, сразу бессонница, ну, это из-за стресса. Так, голос на себя, что не настоял на том, что, ну, не надо мне раздражать. Мало быть себя, что эгоистка, что именно умеет справляться с трудностями. Ну, здесь вы себя в лучших традициях обесцениваете, в лучших традициях вы себя ругаете. Так вам легче, так вам проще, потому что в этот момент проявляется некая определенность. Так вам проще, таким образом, ориентироваться в мире, потому что, ну, как бы, так более понятно, что к чему, так более понятно, что правильно, а что нет. Так, более понятно, в каком направлении вообще-то вам двигаться нужно, и так более понятно, что верно, а что неверно. Это, по факту, это делается вами исключительно, вот, для, так сказать, того, чтобы почувствовать себя более-менее в какой-то определенности, что ли. Потому что иначе, иначе вы себя, ну, вы будете в таком очень подвешенном состоянии. А это подвешенное состояние, оно крайне тяжело дается, и надо сказать, что это нормально, то есть крайне тяжело дается не только вам, но и, ну, объективно это тяжело дается. То есть тяжело дается, когда, вот, человек находится в таком, вот, подвешенном состоянии, не зная, значит, что верно, что нет, куда, куда дальше двигаться, да, в каком направлении дальше двигаться и так далее. Ну, в принципе, я вас понимаю здесь, но, как бы, это не решает проблем, конечно, это не решает. Проблема того, что вам ничего не даст обвинения, кроме того, что вам захочется еще. То есть вам захочется, ну, продолжать себя обвинять, захочется продолжать определять к себе претензии, вот. Потому что так проще. Ну, проще, в наших случаях. Как вы, я надеюсь, понимаете, или поймете. Дальше. Будет на мысль, чтобы допреждаться не хочу, где я вам не услышал. Ну, опять же, это прикладывание ответственности. Потому что муж, если хочет детей, да, ну, просто, просто, если он хочет детей, он, в принципе, имеет на это полное право. Потому что он, как бы, это вот неприятно, может, не звучало, да, но он имеет на это полное право. Потому что он женат. Женат. Женат он на вас. То есть у него есть семья, у него есть жена. И он, естественным образом, что хочет ребенка. То есть это нормально. Что он, что он может, вот, хотеть ребенку. Это нормально абсолютно. Другое дело, насколько это нормально для вас. Вот это уже совсем другой момент. И то, что вы злитесь на него, к сожалению, это перекладывание ответственности на человека. Потому что... Невозможность, 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 невозможность самостоятельно защитить свои интересы, вливается у вас в игры на других людей. Но позиция, мягко говоря, деструктивна. И как-то из этого, знаете, вот не совсем понятно. А как же вы в таком случае вообще отношения с мужем выстраивать? Ну, то есть, что называется общего, называемый мужем, я не знаю, что вас связывает? Какие чувства у вас к мужу и так далее? Насколько вы, так сказать, демоничная пара, если в таком серьезном достаточно вопросе, как, ну, как ребенок, вот. Вы, оказываетесь, ну, по правильной стороне баррикадной. По сути. Вот. То есть это, конечно, тоже, тоже, такая, достаточно важная, на мой взгляд. Вот. История, на которую вам нужно обратить свое внимание. В том числе, если, ну, ваши отношения с мужем хромают, если ваши отношения с мужем, так скажем, так скажем, буксовывают, то их нужно корректировать. На мой взгляд. Другой вопрос. Хотите ли вы это делать? Этот вопрос уже к вам. Больше честно. Следующее, значит, так. Муж помогает, значит, любит ребенка. Я – нет. В порыве злости кричу на нее, хотя с ним все может поймать месячный ребенок. Ну, тут, работа с чипами не знает, потому что. Злость кричит лошадь, чипку которой вы управляете. Вот. И, как бы, подсознательно знаю, что ребенок вам не ответит, то есть никак не оценит вас. Вы ведете себя так. Это не то, чтобы прям плохо, да, это, ну, для вас это нормально, потому что, повторюсь, по-другому вряд ли вы могли быть. Вот. Но, тем не менее, лучше это скорректировать, потому что на ребенка это достаточно сильно влияет. Но, в то же время, в то же время, необходимо правильно ее выражать. И в этом вам лучше всего поможет психолог, лучше всего поможет специалист. В этом все. В принципе, я надеюсь, что помог вам. Дальше у вас идут просто такие раскрытия, уже дополнительные моменты, поэтому дальше я не буду ваш вопрос разбирать. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...